Здравствуйте! Члены Общественного Совета при УМВД города Череповца и сотрудники ГИБДД вышли на улицы города, где беседовали с пешеходами о безопасности. Члены Общественного Совета при УМВД отправились в рейд вместе с инспекторами ГИБДД. Внимание направили на пешеходов. Согласно статистике, большинство аварий происходит непосредственно на зебре. Многие склонны считать, виной тому сами пешеходы. Уж очень невнимательно переходят проезжую часть. Общественники и полицейские побеседовали и с пешеходами-нарушителями, которые переходят в неположенном месте, и с теми, кто двигается по зебре. И вот что получилось. Переходите дорогу там, где это положено? До штрафов, можно так сказать, не соблюдала. До штрафов, то есть... То есть дали понять, что надо соблюдать. Как думаете, кто больше нарушает? Водители и пешеходы? Ой, я уже это спорный вопрос вечный. Те и те? Мне кажется, это взяты. А штрафы надо повышать пешеходам? Мне кажется, это достаточно. Пятьсот рублей достаточно. Водителям нужно, чтобы они... Правила как существуют. Если человек ступил хотя бы ногой, это я так слышала, на пешеходный переход машина должна останавливаться уже. То есть это сколько могло бы поступить звонков от того, запомнила номер, позвонила, от того, что машина едет на приват. Человек уже на пешеходном переходе. Но люди не жалуются. А тормоза? Если отказывают тормоза. Многие пешеходы думают, что они ступили на зебру, и у них приоритет. То есть машина должна в любом случае остановиться, начинают переходить дорогу, даже если машина далеко, вдруг тормоза отказывают. Молодой человек, вот мы сейчас за вами наблюдали, вы сидели вот там в сквере, и потом не пошли почему-то по пешеходному переходу, а решили здесь пройти там, где нет пешеходного перехода. Вы как думаете, вы правильно поступили? Конечно, правильно. А чем вы мотивируете то, что вы прошли в дни пешеходного перехода? Прошли в дни пешеходного перехода. Правила дорожного движения для кого существуют? Только для водителей или же так же и для граждан? Ну я же живой. А если бы вас сбила машина, кто бы был виноват, по вашему мнению, водитель или вы? И вы все равно идете. Вы знаете, что водителя за это накажут больше, чем, например, пострадали бы вы? Даже то, что вы шли не по зебре. Вы как думаете, вы нарушили правила дорожного движения, когда вот сейчас переходили по пешеходному переходу? Вы думаете, что нет? А какими основными правилами вы должны были воспользоваться для того, чтобы перейти вот именно по нерегулированному пешеходному переходу? Постанется быстрее, да. А в чем еще был нюанс, то, что вот, почему мы вас остановили, именно вот когда вы переходили дорогу? Не знаю. Вы пользовались гаджетом. А куда у вас взор, куда у вас был, так скажем, устремлен? Прямо в телефон. Прямо в телефон. Вы знаете, что нельзя пользоваться гаджетами, находясь даже в зоне действия пешеходного перехода. Вы посмотрели время, а вдруг машина могла обгонять кого-то и вас не заметить? Я поставил на дорогу. Дорожное транспортное происшествие может произойти в считанные секунды. Вот вы вроде как пинули взгляд на телефон, а на самом деле могло уже произойти непоправимое. И вы бы были сбиты. А есть какие-то рекомендации для тех, кто вот с колясками переходят? Сегодня вот много молодых мамочек видели, которые переходят с колясками. Одна с телефоном идет, другая ребенка держит за руку, но вообще на дорогу не смотрит. Есть такое воспитание, а в прессе это вообще никогда не освещается. Ну, на самом деле в прессе очень много говорят про правила перехода дороги. Вот правила, извините, пожалуйста, перебью вас. Потому что вот этот момент нет, этот нет, никогда. Посмотри налево, посмотри направо. То же самое для школьников, все то же самое. А что бы вы добавили для пешеходов? Какие-то особенности перехода дороги? Соблюдать правила. И еще такое бы желание было у пешеходов. И сам водитель, и получается пешеход. Вот собрались с кучкой, раз перешли. А то мы стоим, а они идут, и еще упомыляются. Вот о чем разговаривали. А думаете, кто больше нарушает, водители или пешеходы? И штраф им нужно повышать? Ну, обязательно. То есть не только водителей наказывают? А прямо сейчас инспекторы расскажут, как правильно выбрать детское удерживающее устройство, чтобы поездка ребенка была не только комфортной, но и безопасной. Как говорят консультанты, в первую очередь надо определиться с категорией детских кресел. Их существует несколько. Три вида автокреслов. То есть это 5, 0, 0+, первая группа, вторая и третья группа. 0 это идет автокресло от 0 до 10 килограмм. 0 плюс это от 0 до 13 килограмм. Потом идет группа первая от 9 до 18. Группа вторая от 15 до 22 килограмм. И третья от 22 до 36 килограмм. Далее еще один полезный совет. Лучше, конечно, автокресло выбирать с ребеночком, чтобы его туда можно было посадить, посмотреть, как ему будет там комфортно, он себя будет ощущать в этом автокресле. А есть ли универсальные варианты? Вот эти вот автокресла, значит, вот эта группа идет здесь, идет совмещено три группы. Здесь идет от 0, это автокресло, до 18 килограмм. То есть его можно использовать с полугодика и лет до 3-4, потому что здесь меняется наклон спиночки. Вот, лямочки здесь тоже переставляются, то есть в зависимости от роста ребеночка. Вот, вкладыши все это можно убрать. Что спросить у продавца? Существуют вот такие вот стандарты качества. Обязательно нужно смотреть вот такая табличка с Е. Вот, и, ну, естественно, сертификаты все на автокресло должны быть. То есть вы должны спрашивать у продавца по поводу сертификатов. Ну и вот в первую очередь, конечно, обращать внимание на этот стандарт качества. Где установить детское кресло? Автолюлечки, нулевая группа крепится против движения обязательно. Ну и когда вы ставите автокресло на переднее сиденье, лучше все подушки безопасности отключить, потому что ребенок может повредиться. По словам инспекторов ГИБДД, череповецкие водители стараются перевозить детей по правилам. Впрочем, так делают далеко не все. Полицейские напоминают, дело даже не в штрафе. Такая беспечность может привести к травмам маленьких пассажиров в случае аварии или резкого торможения. Звонить специалистам, а не снимать. Прямо сейчас пожарные расскажут, что делать в случае возгорания автомобиля. Итак, машины горят. Все происходящее на камеру из окна дома снимают очевидцы. Вот комментарий за кадром. Эту машину можно было спасти, если бы ее из огнетушителя кто-то потушил бы изначально. У нас люди такие, всем пофиг. Эта тема поднимается уже не первый раз. Реакция очевидцев на подобные происшествия всегда разная. Зависит от людей, потому что, как показывает практика, некоторые люди проявляют свой гражданский долг и помогают эвакуироваться, и материальные ценности спасти, и оказать помощь необходимую тому автоводельцу, у которого загорелся автомобиль. А есть автолюбители, которые, к сожалению, игнорируют гражданский долг. И вместо того, чтобы вызвать пожарную охрану, начинают снимать на свой телефон и выкладывать в контакте данное происшествие. Некоторые могут растеряться, другие просто испугаться. Ведь не каждый день видишь такие ЧП. Специалисты дают рекомендации для тех, кто находится в горящей машине и очевидцев происшествия. Очень важно при обнаружении короткого замыкания на транспортном средстве сразу остановить транспортное средство, покинуть его, для этого выйти из машины, эвакуировать всех людей, находящихся в салоне, и далее вызвать пожарную охрану по телефону 112. И если не угрожает опасность, то приступить к тушению пожара. Если есть вероятность взрыва, то необходимо покинуть на безопасное расстояние и ждать прибытия пожарных подразделений. Если безопасности не угрожают, то целесообразно приступить с помощью огнетушителей, которые должны быть в каждом транспортном средстве. Для этого либо использовать углекислотный огнетушитель, либо порошковый. Ни в коем случае нельзя тушить автомобиль водой, потому что это может привести и к возгоранию двигателя, и получению травм. Как говорят пожарные, машины горят быстро, в буквальном смысле каждая секунда дорога. Тяжело специалистам приходится во дворах. Иногда к горящим машинам невозможно подобраться. Постоянно во дворах ставят машины, припарковывают на поворотах, что не получается повернуть. У нас машины крупногабаритные и никак легковые. Люди многие это не понимают. И ставят их так, что только-только легковая может проехать. И поэтому не получается всегда подъехать близко. Приходится тянуть рукавную линию, чтобы потушить автомобиль. Ну и на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова